Всем привет! С вами конного Аня. Ну и, конечно, наша модель. Моделей будет три. Будет Анюта, Катюша и Марошан Яночка. Господи, я выучила! Вы мой свою фамилию! А как я тебя Макаран назвала? Маракан. Маракан. И не могла найти себя в ВКонтакте. Еще, думаю, где Яна найти не могу. Значит, сегодня мы собрались по поводу тестирования вот такой вот косметики. Потому что первое впечатление у меня было хорошее. Плохое впечатление первое у меня было на карандаши. Но я уже поменяла о карандашах, честно вам скажу, свое мнение. Поэтому вот сейчас мы с вами сначала протестируем туши. Посмотрим их, да, то есть они идут на первой страничке. Так будем по порядку и все тестировать. Потом пойдут тени и карандаши. Ну что ж, туши у нас с вами в трех цветах. Черный, малиновый и черничный. Все артикулы вы видите на экране. На них мы заостряться с вами не будем. Значит, вот такая вот данная черная тушь. Идет с силиконовой такой вот кисточкой. О ней я вам уже рассказывала. Конечно, данная тушь, ее очень раньше хвалили. Она была в оранжевом исполнении. Red and roll называется. Тушь действительно отличнейшая. Яна, давай. Значит, мы чуть-чуть приподнимаем век. Ян, можешь закрыть глаз. Боюсь тебе тыкнуть, потому что наношу издалека. Вот так вот. У нас там веку все вернулось. Не обращайте внимания. Да, то есть, ну, как вы видите, тушь отличнейшая. Отлично разделяет ресницы. Мне такое нравится. Очень даже хорошо. Это вот, считайте, да, в один слойчик мы нанесли. Уже идет такая вот хорошая разница, да? Тушь хорошая. Очень, ни комков, ничего особо не слипается. Да. Ну, это вот в один слойчик. Понятно, что ее можно сделать объемнее, длиннее, лучше. И, конечно же, вот смотрите, слой на слой. Ляпнула немножко. Сейчас уберем. Слой на слой. Она не слипается вообще нисколько. И очень жаль, что тушь, камера забирает. Ян, закрой глаза. Очень жаль, что камера забирает, действительно забирает очень много объемов глаз. Это как обычно, да? То есть, ну, вот вы видите. Разница хорошая. Но если ее, конечно, ей накрасить с этой тушью, получается по-нормальному. Вот так вот съесть перед зеркалом, самой себе, то эффект будет абсолютно другой. Более яркая в каталоге показана, но на самом деле она вот такая вот нежненькая, да? Очень такая. Давай, Яночка, так же вниз посмотри. Ну, она, конечно, только на нижней ресничке. Или знаете, что еще можно сделать с данной тушью? Когда черная подсыхает, можно нанести ее чисто на кончики. И получится, в принципе, очень даже классный такой тандем. Да? Интересно. Чисто вот так вот кончики прокрасить. Это тоже сейчас такой молодежный тренд идет. Ну-ка, Яна, смотри в зеркало. Здорово. Да, то есть, ну, сама тушь вот так вот, мне кажется, она не играет. Не играет на ресницах. Да, не очень так хорошо смотрится. Да? Как-то... Я не знаю, мне кажется, интересно даже. Интересно, да? Ну-ка, закрой глаза, я тебя сверху покажу. Вот так вот, да. Тоже хорошо разлепляет, разделяет. То есть, реснички не слепляет их, ничего. И, как вы видите, тоже дает объем. Вот. Ну, тогда современненько, конечно. Следующую тушь мы с вами посмотрим. Следующую тушь, Ян, посмотри вверх, не моргай, не бойся, в глаз не тыкну. Да, то есть, вот так вот. Боишься? У-у-у. Щекотно? У-у-у. Щекотно? Да, то есть, ну, она такая темная. Делает такой, как вам даже сказать, синий вроде бы оттенок. Вот интересно так, вот я бы сходила куда-нибудь, типа вот розовый вверх, допустим, синий низ. Да. Или наоборот. Да, вот хорошо. Я думаю, синий вверх даже будет лучше. Можно, я так понимаю, двухцветный. Ян, закрывай просто глаза. Можно сделать двухцветные, да, то есть, вот таким вот образом, разноцветные, перемешать оттенки. Мне кажется, тоже получится так. Вообще классно. Да, тоже будет здорово. И тут также можно перемешать. Ян, закрывай, чтобы я тебе не тыкнула, я боюсь. В общем, экспериментировать можно как угодно, да. Сейчас есть и наращивание ресниц, где камушки вращивают и всё. Поэтому, конечно, здорово. Давай, Ян, закрой глаза. Да, то есть, вот таким вот образом. Ну да, тушь не яркая, в глаза не бросается, но можно сделать действительно... Просто как добавление такой цвет. Да, да, да. В общем, туши мы с вами посмотрели, как они смотрятся. На мой взгляд, отлично, великолепно. Можно наносить суперский макияж. Вот смотрите, как у Лины Димбиковой. Да, то есть, вот таким вот слоем она нанесла. Верхняя синяя, нижняя розовая. Получилось вот так вот издалека. Вот обложка. Да, то есть, мне кажется, что очень даже хорошо. Вот как они смотрятся. Ну, они вот, знаете, как в каталоге, так и, в принципе, вживую смотрятся вот вообще один в один. Если вот просто сесть и по-хорошему их действительно прокрасить. Такие вот карандаши. Гелевый карандаш для глаз. Обещает 24 часа стойкости. Вот смотрите, сейчас я вам на руку сделаю, пока Яночка у нас отдыхает, да. Сейчас я на руку сделаю вот черный карандаш. И потом мы с вами их протестируем еще на Яне, да, как они наносятся. То есть, тонкие стрелки вы ими не сделаете. Ни в коем случае вообще у вас никак не получится сделать тонкие стрелки. То есть, они такие вот уже смелые, да, для более смелых людей карандаши. Да, то есть, блестящие, яркие, вот такие вот. Первый карандашик, это будет черничный, артикул 5407. Яночка, закрывай глазик. 24 часа стойкости. Давайте вот так ее подведем немножко. Так, тушь не подсохла. Тушь, значит, сохнет не так быстро, как бы хотелось. Вот этот хочется вам сказать. Черное подсохло быстро, а вот розовое с синей немножко подольше, видать, из-за пигмента, наверное. Так, Яна. Ну, такой, как вы видите, такой фиолетовый отлив. Приятный такой. Можно сделать толще подводочку. Я сделала на молоденьком личике потоньше подводочку, получается. Да. Оно тушуется хорошо. Можно даже на все века нанести. Тушуется хорошо карандаш. Мы уже пробовали это дело. Могу сказать, что можно и так, и как тени его нанести. Ну, а теней у нас, в принципе, много, поэтому это будет чистая такая подводочка. Вот смотрите, он прям синий-синий, да, синий-синий карандашик. Так, обратите внимание, модель без тона, без грима пока что, без всего. Чисто вот ни на что. Мы не наносим сейчас эти карандаши ни на какую базу, ни на что. Понятно, что с базой они будут держаться лучше. Но пока что мы решили протестировать таким вот образом. Далее черненький карандашик с артикулом, получается, 5406. Ян царапает века? А, вообще почти. Ну, вот у меня как-то, помню, был карандаш из-за его с блёсками давно-давно, лет, наверное, 6 назад. Мне очень нравилось, как он наносился, но он отпечатывался сильно и царапал века при нанесении. И получалось не совсем красиво и не совсем здорово, потому что вот эти блёски, они царапали. Вот сейчас очень важно, чтобы ты мне... Там блёски? Да, в этом карандаше тоже блёски. Не чувствуется, да, что он царапает? Ой, это очень красиво. Нравится, да? Очень, очень. Ну, конечно, я делаю всё это издалека, с моим минусом, но девочки, наверное, меня простят и поймут, что намного ровнее можно нанести. Вообще шикарно просто. Нравится, да? Давай поближе покажем. Немножко с погрешностями, но вот сам карандаш их как играет на глазоке. Отлично. Так, нижний, розовый. Можно сделать нижнюю подводку. Ну, вот как у Лины Димбиковой. Давайте сделаем нижнюю подводку. Так, Ян, смотри кверху. Не бойся, не тыкну. Не привыкла, что тебя кто-то красит, да? Нет, мне просто класс льётся. Так, в принципе, можно сделать и чёрный с розовым, да, то есть, допустим, чёрный немножко ближе к веку, к нижнему. Не заревёшь, если ещё? Да, то есть, вот сюда, допустим, можно сделать чёрный, а по краям розовый. И получится вообще абсолютно другое, да, уже розовый с чёрным будет очень классно сочетаться. Можно сочетать, по идее, вот я сейчас смотрю, да, все три оттеночка и сделать их очень-очень красиво. Да, так, Яночка, книзу посмотри. Книзу вообще можешь закрыть, в принципе, чтобы не зареветь, да, то есть, вот тут вот можно сделать немножечко синие ещё подводочки и добавить цвета в глаз. Тоже будет очень красиво сочетаться. Ян, посмотришь. Да, немножечко добавили, взгляд уже другой. И то же самое можно чёрную подводку, чёрную подводку нанести потоньше вот сюда, вот, да, вот в это место, межресничный такой край. Разбавить немножко, получается, фиолетовую или синюю подводку, как её даже, да, Ну-ка, Ян, посмотри. И получается томный такой взгляд, приятный, да. Можно всякому комбинировать это всё. Да, 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 можно всяко-разно комбинировать. Давай тут с тобой тоже кверху посмотри. Сделаем вот такой тоненький-тоненький чёрненький вот контурик немножечко, да, тут в боку. А потом сделаем синим. Мне кажется, будет очень здорово. Ну, стойкость вы увидите сейчас сами. Над стойкостью я, конечно, сначала мне показалось, что он у меня отпечатывается, но потом я поняла, что его ещё и смыть немножко проблемно даже бывает с глаза. Ну, мы мицеллярным лосьоном с тобой посмываем. Ну-ка, вот сейчас посмотри зеркало на себя. Видишь, синий с чёрным идёт сочетание. И тут, в принципе, можно немножечко, стри кверху, можно немножечко вот подправить. Так, не реви, да, то есть немножечко подправить, чтобы сделать более плавный такой переход. И получается очень красиво. То есть карандаш, он тушуется, он, вы будете выглядеть нормально. Вот, в принципе, да, тоже здорово. На одном глазу одни тени, на другом глазу другие тени. Они потестируем для экономии времени зрителя, да. То есть, ну, вначале можно набрать на кисточку вот такой вот светлый оттеночек. Так, это у нас 56-61 оттеночек, да. То есть набираем его на кисточку. И, Ян, закрой глазик. То есть он полупросвечивающий, блестящий и, в принципе, ложится очень даже хорошо. Я уже его им красила с этими тенями. Но саму себя, посмотри кверху, саму себя очень неудобно на камеру красить. Поэтому я, это нужно того, кто видит, потому что фронтальная камера не очень хорошего качества. Да, то есть вот таким вот образом у нас с вами пойдет дело. Да, то есть вот он такой прям белый-белый получается, да. Белый-белый тени. И, так, это абсолютно новая кисточка. Берем вот этот вот фиолетовый. Он такой, знаете, хамелеон. Яне много не надо. Так, Ян, сейчас закрой века, приподними брови. Ну-ка, Ян, посмотри на меня. Так, нет, брови не приподнимай. Расслабься и посмотри на меня. Ага, значит, я вот сюда вот надо наносить. Давай, закрывай. У Яны, кстати, как и у меня, тяжелое веко. И если мы нанесем низко, то, ну, не будем выходить за пределы века, то получится не очень-то и красиво. Смотрите, он тут фиолетовый, а тут он идет как хамелеон. И фиолетового очень мало кладется на веко, ложится на веко. И получается, что мы получаем такой очень интересный оттенок в итоге. Но обратите внимание на нижнее веко. Видите, немножко осыпается. Прям вот все-все-все вам. Причем осыпается фиолетовый. Да, осыпается именно фиолетовый. И получается, что коричневого, да, смотрите, коричневого уже много на Яне, да, а фиолетовый весь вот тут снизу. Это недочет, поэтому теням я ставлю минус сильнейший. Вот из этих теней, в принципе, да, мицеллярной сейчас водичкой тем протрем. Вот именно из этих теней я не стала наносить Яне тон заранее. Потому что бесполезно наносить тон. Вот, видите, все на ватке. Поэтому вот эти тенежки я вам не порекомендую, потому что на глазу они ложатся другим цветом. А тот цвет, который, в принципе, ради которого вы будете брать данные тени, он просто вот решил не ложиться на веко у нас. Это без... Это идет, считайте, без базы, без всего. Не знаю, как оно будет смотреться на базе, но не у всех есть база. Вот такой оттенок и вот такой результат. Очень странно. Да, очень странно. Ну, хотя... Вот если вот так вот проводишь по свету, то есть есть вот этот фиолетовый. Металлический от Вив такой немножко. Красивый металлик есть, но это уж очень сильно... Да, это очень сильно не совпадает с тем, что мы все-таки хотели получить. Да, вот это вот, конечно, нужно все равно зрителю рассказать, показать. Потому что, честно сказать, мне не понравилось вот так вот. Вот так вот. Не честно, так не честно. Да, вот, что я и хотела сказать. Вот, далее мы протестируем на второй глазик вот такую красоту. Это 56-60 идёт. 56-60. И мне кажется, они друг от друга отличаться не будут, если честно. Ну, посмотрим сейчас, панион фиолетовым будет отливать. Да, неизвестно. Да, он, то есть, такой желтый идёт, как вы видите. То есть, такой вот симпатичный золотистый блеск. Так, очень красиво ложится, очень приятно. Мне нравится. Очень красиво. Так, Яночка, кверху посмотри немножко. Вот тут вот с тобой мы. Такой, да, очень красиво. Не выделяется особо прям... Да, такой нежный красивый тон получается. Да, смотрите. Нежный красивый тон. Очень мне понравилось. Так, дальше, значит, поедем с вами набирать вот этот вот коричневый. Вот так вот он набирается. Сейчас посмотрим, усыпается или нет. Значит, ты у нас вот тут вот должна наноситься. Вот тут должна наноситься. Так, ложится ровно. Это я ещё Яночку не тушевала. Ложится ровно, отлично. Да, то есть, векой можно скорректировать. Блеск не сильно бросающийся, но блеск есть. Блеск замечательный. Очень хорошо ложится. Так, мне он нравится. И он не осыпается, девчонки, мальчишки, кто смотрит видео. Не осыпается вообще. Вот это прям пять с плюсом эти тени. Честно скажу. Ян, как тебе хоть макияж-то такой? Интересненько. Интересненько, да? Да, то есть, тут можно ещё взять, в принципе, вот эту же палетку, да, и бровки выделить, получается, выделяем, да, вот этот вот оттеночек. И вот тут вот можно сделать светло, и получится очень хороший такой переходик от брови к теням. Ну и брови, конечно, сами будут подведены. И вы видите, что у Яны бровь не подведена, да, то есть, полностью натуральная дамочка перед нами сидит. Но уже не полностью. Уже немножко подмазались, да. Ну и давайте с вами ещё проведём эксперимент. Мне кажется, это важно. Да, ну практически ничего не осыпалось. Это хорошо. Да, то есть, вот к этим теням, конечно, нарекания есть. И очень серьёзные. Хотите один оттенок, получайте абсолютно другой оттенок. Так быть не должно. Но карандаши просто бомба. Карандаши просто наивеликолепнейшие. Перри Блусом SPF 15. Это тональный крем. Нам он обещает здоровое сияние, ровный цвет лица, свежеестественный вид. Содержит гиалуроновую кислоту для губокового увлажнения кожи. Это универсальный тон, подстраивающийся под оттенок кожи. Значит, они оба идут 30 мл. Первый оттенок, который мы с вами возьмём, это 63-12. Давай, Яночка, на эту щёчку тебе 63-12 нанесём. Ты поняла, что я тебе делаю? Я не могу тебе сделать по-другому, потому что ты такое солнышко. Такая ты у нас хорошенькая. Так, а вот этот уже оттеночек потемнее. Он идёт с оттенком, получается, 64-14. 64-14, а тут 63-12. Ну и я очень уважаю наносить тональные кремы пальцами рук. Знаете, почему? Потому что мне кажется, что именно пальцами можно сделать очень хорошие вещи. нанести, лишнее убрать. А вот, к примеру, кисточкой у меня такое нанесение не всегда получается. А спонжи впитывают себя? Да, спонж себя впитывает. Что-то я как-то вот все спонжи... Да, тоналка у меня со спонжем вообще улетала только в путь. Да, то есть это у нас идёт более светлый оттенок. Как вы видите, нос у нас на нос не хватило. Да, то есть вот такой вот ровный тон. Да, то есть перекрывает отлично, даёт немножечко блеска. Вот так вот тут ещё, Ян. Даёт блеска чуть-чуть. Ян, как тебе? Мне кажется, тебе темнее надо. Наверное. Да? Ну хотя, нет, перекрывает. У меня обычно вот здесь вот щеки красные, а тут, в принципе, оно всё перекрывается. Не так сильно заметно. Ну, нанесение не супер-мега плотное. Мне кажется, оно не должно быть на веснуто. Всё равно как-то клейк-то весенний, и вряд ли на весну должно быть плотное. Да, да, это конечно. Как раз в весну. Да, далее мы, значит, будем наносить более тёмный тон на Яну. Так, прям вот. Она очень интересно ложится, превращается... А-а-а, я тени задела. Издалека потому что делаю. Но я думаю, меня зритель уже простит. Так, оно... Да? Слушай, Яна, мне кажется, это больше твой оттенок. Вот этот вот, чем вот этот. Ну, сейчас посмотрим в итоге, что получится. Я тебе, конечно, тени подпортила, но тебе всё равно умываться не пойдёшь, и ты с разными глазами никуда. Поэтому ничего страшного. Свидание у тебя рядом уже. Сейчас обрадует. Так, ну, отлично. Тебе оба, кстати, крема нормально. Между ними различия не особо какое-то есть. Ну-ка, Ян, смотри. Как будто разницы нет никакой, да? Ну, да. Вот этот темнее, напомню вам. Ну, да, видно, есть чуть-чуть. Вот около носа как-то. Около носа видно, да? То есть тон, девочки, действительно ложится очень ровно, не подчёркивает на данный момент никаких шелушений, что мне понравилось. Да, то есть перекрывает много что. Это тоже, на мой взгляд, классно. Так, сейчас мы будем наносить оттенок блеск для губ. Так, Яночка, давай ты сейчас попробуешь сама его нанести. Значит, Верри Берри, артикул 40438. Как наносится, всё комментируй мне, пожалуйста, молодёжь наша дорогая. Точно могу сказать, что блеск не липнет. 4438. А, 4438. Это ежевичный, не Яне, сейчас. Проблемно наносится, что ли? Нет, хорошо? Угу. А просто не уменьшим пользоваться. А, не, не, не очень. Всё когда-то бывает впервые. Губы, конечно. Правда, не липнет. Угу. Аромат. Потому что вкусно очень пахнет. Потому что я, в принципе, вообще блески не люблю, потому что они постоянно слипаются, а это вообще как будто ничего не даже интересно. И можно сделать как просто такую полупрозрачную, так и прям, вот, и прям плотную такую сделать. Нужно и такое поплотнее сделать, поярче. Ага. У меня чуть не сел телефон. Обидно было бы. Очень. Так, ну, смотрим. Значит, блеск действительно отличнейший. Мне он очень понравился. На Яне смотрится, кстати, Ян, твой цвет, твой оттенок. Очень приятный. Ну, если с макияжем, вот, смотреть, да, он с макияжем в паре сочетается, да, гармонирует. Поэтому надо вот смотреть, конечно, как без макияжа будет, с твоим привычным макияжем. Яночка, по идее, сильно не красится. Вот. Ну, а зачем ей? Тем более можно сделать вот его почти без цвета, просто чтобы блеск был и чуть-чуть. Да, и еще, когда я делала на лице, на руке, да, как бы снимала вот так вот пробы, то у меня получилось так, что я его еле-еле смыла с мылом. Сейчас мы посмотрим, как он смывается с этим, с мицеллярной водой. Яночка, будешь сейчас пробовать, чтобы я тебе кожу губ не натягивала. Вот мы нанесли мицеллярную водичку мою для снятия макияжа вербена 0831. Мицелляркой хорошо, да, смывается? Угу. Вообще все сразу ушло. Да, то есть здорово. Ну, тогда давай будем пробовать следующий оттенок. Берри 403, 398. Это у нас малиновый идет. То есть тот был ежевичный, а этот малиновый. Ян, чуть-чуть зеркало пониже. Угу. Не видно, как наносится. Так. Ну, прям полностью. Ха-ха, непривычный, да? Угу. Не можешь, да? Ха-ха-ха. Он тоже приятный, да? Можно полупросвечивающий сделать. Можно также сделать яркий. Сделать яркий, красивый можно. Губы, кстати, он как будто увеличивает очень сильно. Мне кажется, я просто криво нарисовала. А, криво нарисовала? Ну, а да, вот тут вот немножко. Ну, это не суть страшно. Это можно, в принципе, ватным диском поправить. Вот так вот. Раз. Ага. И два. Я надеюсь, ровно поправляю? Ага. Так. А так лучше. Угу. Ну, вот такой вот он. А если его потолще, слой прям толстый-толстый нанести? Вот, допустим, на центр. Вообще-то, центр... Ой. Правда, не особо вот удобно наносится, девчонки. Ну, когда можно пальцами растушевать. Да. Более яркий. Он получается все равно такой полупросвечивающий. Просто такой манящий. Угу. Создающий дополнительный объем. Действительно, очень красивый. 40,399. Вот он прям такой яркий. Это точно не Янин оттенок. Давайте будем смотреть, как он смотрится на Яни. Так. 40,399. Это клубничный. Непривычное нанесение. Действительно, нелегко нанести. Вот я тоже для себя когда наносила, я не могу сказать, что он ровно ложится. Хотелось его, конечно, руками уже доделать, до ума довести и так далее. Ну, Ян, да, он ярковат слишком для тебя. Да, они идут яркие. Ну, и самый клевый, наверное, Яне, он больше всех понравится. Так, это у нас получается вот такой вот оттеночек. Нежный, ласковый, легкий. Прям Янин, наверное. 40,437. Такой вот оттеночек на Яночка. Это, наверное, твой. Это персиковый. Он такой насыщенный, как вы видите, яркий, но он нежный, такой приятный. Как бы вот такое чувство, вот какое даже люмитцентный, может быть, что-то типа этого, да? Немножко вот есть. Но мне кажется, в темноте-то он не светится. Это не указано. Ну, Ян, прям твой. Ну, да. Очень приятно. Как будто просто такой... Увлажнели, как будто просто губы. И вот, и получилось вот такое. И не липнет, и приятный аромат. Да. Вот то, что не липнет, это вообще замечательно, потому что блески как-то вообще не переношу. Из-за липкости? Из-за того, что липнет, а эти даже не чувствую. А то смотри, как смотрится маняще. Губки такие прям приятные становятся. Да, супер. Очень такую вот, будем яркую помаду тестировать. Яночка, бери. Это артикул 406.02. 406.02 называется клубника. Клубника не подошла ни мне, никому. И она тебе, кстати, идет. Как ложится? Хорошо. Вот эти поудобнее. Ой, Зинька такая, хорошенькая, специально для того, чтобы девчата могли аккуратно нанести помаду. Почти получилось. Я просто губы не крашу обычно. Мне она тоже, мне кажется, не особо подходит. Нет, подходит. Подходит? Да, подходит. Только поровнее надо ее нанести. Но подходит очень цвет твой. Ну, вот я со стороны смотрю. Мне нравится. Нравится. Просто ты не привыкла к такому яркому. Да. И, дорогие мои, эти помады проявляются. И проявляются так. Слабенько, не сильно, но они проявляются. Вот, Ян, сейчас попробуй сотри помаду. И мы посмотрим, успеет ли за такой короткий срок она проявиться. Нет, не проявилась за короткий срок. Мы возьмем другую помаду, да, и просто и накрасимся. И Яну пока что, получается, отсадим. Пригласим Катерину показать, как тон ложится, тональный крем. Катя у нас, к сожалению, зацвела очень сильно. 40-603. 40-603. Вишню. Давай, Ян, вишня. Вишня вот такая вот темная. Очень даже. Но, будем смотреть, тестировать. Ого, вторая уже хорошо пошла. Смотри, Ян. Ровнее. А тут ты лишнее делаешь. Вот так вот чуть-чуть. Ну, мицеллярка и хорошо убирается. Да, просто. Ну, вот этот не я, не оттенок, я сразу вижу, вульгарно очень смотрится. Но, Яночка, ты его не смывай, посмотрим, потому что на руке он у меня очень сильно проявился. Вот давайте я вам сейчас просто вот показать вам, да, для вида. Вот, пожалуйста. Я сейчас нанесла, да, вот эту вот вишню. И будем смотреть, как оно на самом деле есть. Смотрите, значит, у нас, да, у нас Катюшка зацвела очень сильно к весне. Не было такого сильного цветения никогда, поэтому мы сейчас обращаемся к врачу, дали анализы. И вот как раз Катюша говорит, мам, покажи тональный крем и на мне, как они вообще все перекрывают. Я, конечно, Катюшке благодарна. Поэтому мы еще сейчас на такой вот коже посмотрим. Артикул, значит, 6414. Вот на эту половину лица сделаем вот этот вот тональный крем, а на другую половину лица вот другой тональный крем. Так это, по-моему, более темный. Наносится он, правда, очень плотно, как вы видите, очень так интересно. И разносить его вообще, растушевывать немножко вот мне не очень нравится, потому что первое впечатление у меня было, ну, сейчас мне нравится и очень даже нравится, но первое впечатление у меня было, что я руки не выдержала, что ли, после, ну, да, получается, после мытья рук. Я думала, я руки не помыла и вот прям вот, ну, это темноват, Катя, оттенок. Вот я не оба идут, а Катя темноват, получается. Ну, он такой влажноватый, но наносится мягко. Мягко, да, как приятно. Что там, Вика? Вика плачет. Ну-ка, Катя, бери зеркало, смотри, что там, как тебе. Я сейчас, да, распределю, да, то есть, ну, как вы видите, большинство. Я не думаю, что особо темно, то есть, от моего не очень отличается. Угу. А у тебя какой блёр? Нет, от моего настоящего. А, ну-ка, покажись. Да, то есть, угу. То есть, ну, тут надо все равно, девочки дорогие, точечно дорабатывать проблемы лица, родинку даже очень чёрную перекрыла очень хорошо, её практически не видно, как вы видите, да. Ну, видно, кидается как бы, но не кидается уже в глаза. Ну, то есть, вот так вот. Если, конечно, дорабатывать эти моменты точечно, тут вот я бы посоветовала, конечно бы, вот точечное такое вот нанесение, вот именно, я даже не помню, а вот артикул 02.19, я его использую для своих проблемных мер, мест, и он мне, в принципе, в этом плане очень нравится. Да, то есть, он домаскирует то, что не домаскировал, вот этот вот, я не могу сказать, что он полупросвечивающий, да, то есть, он перекрывает очень много чего, перекрывает все синяки, поэтому я даже вот не знаю, да, то есть, вот таким вот образом, если покрыть. и сверху, получается, нужно сделать еще, так, сверху, сверху, обязательно пудру иллюминайзер, да, то есть, все равно вот, да, чтобы это все дело закрепить, да, закрепить, сделать меньше, да, то есть, сейчас мы вам показали прям максимально на проблемном лице, не знаю, что с нами, но Катюшка так не очень рада этому всему делу, ну, понятно, кто ему будет рад. Значит, я сейчас беру пудру в шариках, жемчужный россыпь, это тоже, кстати, новинка, артикул получается, по-моему, 6192, если я не ошибаюсь, так, давайте с вами будем смотреть, да, то есть, вот они такие вот, они светленькие, хорошенькие, так, это не тот оттенок, я, наверное, возьму посветлее, вот Катюшке надо посветлее взять, вот такой вот, это более такой светленький оттеночек, значит, артикул получается, скорее всего, 6191, если я правильно называю, ну, во-первых, это тоже новинка, да, когда я его наношу, беру на кисть, мне приходится делать так вот, кисточку сжимать, и вот так вот их раз-раз-раз-раз-раз, честно сказать, мне это неудобно, больше я не куплю пудру, хотя сама пудра, она великолепная, да, то есть, она хорошо закрепляет и долго очень держится, что нам понравилось, хорошо закрепляет, долго держится на лице и создает такой немножечко отсвечивающий тон, который и отвлекает, может быть, от чего-то еще, да, то есть, но для сильно проблемной кожи, вот какой-то у нас вот прям сбой, что ли, гормональный пошел, я не знаю, да, то есть, но этот тональный, эта пудра, наверное, не пойдет, потому что, видите, она выделяет, выделяет недостатки, лучше, конечно, иллюминайзером попользоваться, да, то есть, я вам сейчас показала еще пудры новинки, которые пришли, у меня есть еще самый темный тон, я могу вам его просто вот так вот показать, но он очень темный, да, получается, артикул 6188, если это он, вот, да, то есть, это для загорелых девушек, для смуглых загорелых девушек, наверное, после отдыха, или знаете, это для чего, да, то есть, смотрите, как он набирается, круто, это, наверное, для скул, видите, видите, какой темный, да, то есть, это можно сделать острыми скулами, можно, как бы, сделать вот эту вот линию носа тоньше, да, то есть, вот, но он, опять-таки, блестит, поэтому я не знаю даже, к чему он такой темный, вот, но когда мы с вами его начинаем тушевать, в принципе, он хорошо ложится именно только вот в этом плане, что вот, вот так вот сделать, да, Катюш, посмотри, но и то это, не знаю, не то, более светлый оттеночек, значит, тонн 63,12, я так понимаю, вот, посмотрим еще его, да, то есть, тоже, как бы, наносить буду не таким уж и тонким слоем, как вы видите, хотя, посмотрим, ну, то есть, он сам по себе создает блески, блеск, и очень такой водянистый, Катя, чувствуешь, прикольный такой, да, то есть... Жалко, что он не шлепает, да, я тебе пошлепаю, спасибо. Так, конечно, нанесение у меня не получается, четкое, прямо, знаете, вот так вот, потому что я это делаю издалека, до Кати еле дотягиваюсь, то есть, она очень далеко от камеры, от меня сбежала, ну, чтоб лучше было видно издалека-то, так издалека-то нам не надо как раз, очень темно-то, далеко, да, то есть, нанесла на лицо, значит, мое мнение, очень хорошо, ей подходит вот именно вот этот вот тональный крем, можно даже точечно вот так вот еще поделать, недостатки, даже им, не обязательно вот тем блером, да, то есть, можно даже вот так вот немножко, и получается здорово, вот, конечно, да, ну, что нам еще в больнице скажут, расцвела девочка, конечно, круто, не знаем, что случилось, прям резко очень, и давайте все-таки я попробую сейчас нанести в свой любимый иллюминайзе, да, то есть, мерцающую вальс, 60-74 тонн, вот она, мне кажется, должна очень хорошо подойти, то есть, вот, она действительно создает эффект матовости, светоотражаемости, и, ну, как бы, отражает все, и не выделяет то, что не нужно, да, то есть, если блестящая пудра, она выделяет вот эти вот пятнышки, еще что-то, то эта пудра, она наоборот скрывает все недостатки, может быть, поэтому я ее люблю, уважаю и обожаю, да, то есть, вот с ней Катюша себя будет лучше чувствовать, да, то есть, Кать, ну, понятно, что твой тон, это совсем, ну, вот, вот даже сейчас вот наношу иллюминайзер на Катю, и уже лицо, видоизменяется, потому что она идет с таким легким-легким подтончиком, получается, не совсем таким, не блестящим, ничего, поэтому я довольна данным, данной вот этой вот, да, а предыдущий блестящий, мне вот она не понравилась, Катюш, ну, как тебе? Пудра? Да, ты хотела сказать? Да, 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 извиняюсь, Катюш, посмотри в зеркало, ну, да, так получше будет, вот эта сторона, да, лучше, ну, вот, действительно, эта сторона идет лучше уже, ну, и точечно всегда можно замаскироваться, еще одни тени у нас остались, вот такие вот, красивые, значит, они идут с артикулом 56-62, вот, набираем светлый оттеночек на Катюшку, Катюш, закрывай глазик, да, то есть, вот так вот он хорошо ложится, Кать, приподними, да, вот так, да, то есть, ложится отлично, не на тон, не на что, у Кати тяжелое веко, если что, так, далее, ну, в какое есть, Катя, брови вверх, брови вверх, глаза закрой, вот, молодец, сейчас посмотри кверху, все, так, и сейчас тени посмотрим, тени, мне тоже кажется, что они идут хамелеон, так, сейчас сюда нанесем, и потом уже будем тушевать, Кать, ну-ка посмотри на меня, я забыла линию, расслабь брови, и посмотри на меня, расслабь глаза, и посмотри на меня, расслабила, все, закрывай, смотри кверху, еще раз, посмотри на меня, посмотри на маму, давай вблизи тебя покажу, ну, или ты тогда нагнись, ты очень далеко, да, то есть вот так вот, так вот смотрится, ну, тут, конечно, еще можно уголочек сделать, да, то есть, ну, давай качешь назад, так, мнение об этих тенях отличное, тени не крошатся, поверх, смотрите, ничего нет абсолютно, да, то есть вообще ничего нет, значит, вот этим тенешечком, получается, я ставлю 5+, вот этим, не знаю, они хорошие, они классные, но все фиолетовое осыпается, как увидели, и остается в приличный, такой благородный, очень приятный оттенок, как бы, но, если учесть то, что мы покупаем фиолетовый цвет, ради фиолетового цвета, то это не очень-то и хорошо, но оттенок действительно, очень такой красивый, благородный выходит, ну, в общем, я в шоке от фиолетовых, и все остальное, прям, действительно, могу сказать, что мне очень-очень нравится, свои ресницы, свои ресницы очень длинные, поэтому, вот так вот, да, видите, они сразу же удлиняют, красит, и разделяет, мне понравилось, вот это дело, конечно, тоже действительно, стоящая, и она может и удлинять, и подкручивать, и все такое прочее, да, то есть, смотрите, как они, прям начинают вставать колом, да, то есть, я их сейчас обратно вам расчешу, чтобы вы увидели, да, ну, немножечко ляпнула, это потому, что я наношу издалека, да, у Катюшки свои реснички светленькие, поэтому, конечно, самые корни, самые корни сейчас прокрасим с вами, у Катюшки, конечно, да, лапочка моя, девочка, вот видите, какие длиннющие ресницы, вот, сейчас я их приподниму, приращешу немножко, потому, что я их наоборот для вас накрасила, чтобы вы обратили внимание, да, и, Катюш, да, то есть, вот таким вот образом, вот какая разница, удлиняется ресницы очень хорошо, очень здорово, мне понравилось, наносить помаду, значит, помада, получается 406-604, вот такая вот, натуральненькая, 406-604, ягодная фантазия, у меня цвет очень приятный, он вроде бы и естественный, при этом слегка золотой, и при этом он же и кожно-коричневый такой, кожно-коричневый, ну вы поняли, я поняла, поняла тебя, Катюша, хочется мне прям вот тут, чуть-чуть тебе сделать красиво, ну вот, как подводка, глаз вообще другой стал, посмотри в камеру, прям совсем другой взгляд, такой более яркий, и цвет глаз подчеркивается, прикольно, так, помада на Кате очень хорошо смотрится, значит, следующая помадка у нас пойдет с артикулом 406-01, вот, сейчас я немножечко ее скручу, давай, Катюш, стой, выход, 406-01, это арбуз, невероятно яркая, но она идет, знаете, такая, наверное, не знаю для чего, для фотосессии, может быть, для каких-то выступлений, концертов, ну да, да, я не представляю девушку, которая идет по улице с такой яркой губной помадой, если честно, но может быть, какая-то жгучая брюнетка, и для нее этот цвет будет не ярким, обычным, повседневным, это, кстати, вполне реально, вполне допустимо, ну так, посмотри, Кать, камеру-то, не могу на себя налюбоваться, ну, видите, блеск приятный, губки красивые, все, но это просто оттенок такой очень яркий, и он действительно и красивый, и оригинальный, и молодежный, но, как бы вот, честно сказать, Яна, Яна его тоже на себя примеряла, она тоже не, он ей тоже не особо подошел, так, 406-00, это малина, вот малинка, Катя, тебе может и подойти, то есть, обратите внимание, вот малинка, да, то есть, она вот так ложится, но, ее можно нанести не только полупросвечивающей, а, в принципе, очень так жирно и насыщенно, да, то есть, да, то есть, как вы хотите, то есть, можно в один слой нанести, можно в два, давай, Катюш, твой выход, ну, малина, она, почти, как предыдущая помада, только с вкраплениями фиолетового, либо пурпурного такого, повернись на камеру, пожалуйста, да, то есть, ну, вот такой вот оттеночек, нормальный, прикольный, но, конечно, Катя только глаза выделяет, не губы, и хочется еще сказать вам, что очень красивый оттенок, Катюш, тебе он не идет, не идет, но оттенок сам по себе действительно очень-очень красивый, ну, что ж, дорогие мои, мы, по-моему, все вам, что могли, показали, сейчас нужно мне Яночку позвать, ну, и сейчас мы попробуем сделать демакияж, как оно смывается, все ли хорошо, Яночка, давай, начнем с губ, проявляется, да, ну, не так, мне кажется, сильно, ну, хотя нет, есть, есть, такой, не чересчур, тоналку задним смыли, ну, проявляется чуть-чуть, немножко, да, то есть, вот сколько она в одном диске осталась, я там лунатик ходит, из комнаты в комнату, вот раз и все, да, мицелляркой очень хорошо смылось, вот это мой был главный вопрос, как оно будет смываться, отмачиваем, да, то есть, девочки, все так-то, в принципе, хорошо, пусть видео получилось длинным, но я вам показала все, тут и до, надеюсь, вы оцените данное видео, вот, очень бы хотелось, чтобы вы отписались в комментариях, не по поводу моделей, их внешности, как любят многие это делать, да, а именно про косметику, да, то есть, вот, как вы видите, карандаш не отпечатался, ни в коем случае, да, то есть, первый раз мне показалось, может быть, что-то, может быть, не то, но в этот раз, как бы, я вам могу сказать, что действительно, карандашики стойкие, хорошие, вот, тональный крем, как снимается еще, Ян, тональный крем, как еще снимается, давайте еще посмотрим, тональный крем, да, все хорошо, да, смывается, без проблем, да, Ян, хорошо, да, пошел результат, ну, мы тебе очень тоненький слойчик нанесли, конечно, Катюша, мы нанесли очень толстый слой тональника, тушь тоже хорошо смывается, ну, помада, вот, она проявляется, но не сильно, легкий такой оттеночек остается у нее, и в принципе, очень симпатично смотрится, да, Ян? Угу, как будто такие губы, как будто свои губы, да, все губы, угу, так, давай, Ян, контрольный, и обязательно мицеллярную воду, так как там есть ПАФ, и мицеллы, нужно смывать тоником, обязательно, чтобы кожу не навредить, сейчас еще мицеллярку потру, угу, это прям очень важно, тонечка провести после мицеллярки глазки своей, не глазки, а вообще, да, тонечек у нас тоже вербена, артикул 0801, вот такой вот, вот, аннотация на него, то есть мы это использовали, и вторым тоже сразу же потом, ну все, с вами была Шишкина Екатерина, Анна, Яночка была, Анюта, что-то как-то вот у нас показалось, что косметики на всех не хватило, и что еще хочется вам показать, это, как я смывала, вот эти вот карандаши, да, обратите внимание, что они даже мицеллярной водой смываются действительно очень проблемно, нужно поотмачивать их, и постараться, чтобы они смылись, они еще так просто у вас не сотрутся, поэтому, конечно, карандашики очень стойкие показались, да, вот, и вот как проявляется помада, да, сами видите, вот сейчас я смываю, и помада, она остается, вот, отпишитесь, было ли полезным это видео, вот, и, конечно, плохие комментарии, по поводу внешности девчонок, я буду удалять, потому что девочки у нас умницы и красавицы, и действительно, молодые, классные модельки, с очень красивыми глазками, губками, и с очень ровной кожей, поэтому, всех люблю, всех целую, давайте заранее, до свидания, да, давайте заранее всех уважать, и, конечно же, мы трудились для того, чтобы вы смогли себе подобрать оптимальную косметику, в компании Фаберлик, всех целую, всем пока, фаберлик.com. Субтитры создавал DimaTorzok